Что, пацаны? Слава Украине! Слава Украине! Поляныца! Фу! Украинский язык – один из главных отличительных маркеров в российско-украинской войне. В первые дни после широкомасштабного вторжения врага проверочным словом для определения свой, чужой стало простое для каждого украинца – поляныца. Его жители из-за поребрика произносят с трудом, даже те, кто обязан владеть отменной дикцией. Украинский звучит поляниксом. А с сумерками украинские бойцы переходят на украинский. В темное время оптика видит силуэт, но не знаки различия. Поэтому мова, как никогда, имеет значение. Украинский язык – одно из самых вспахиваемых полей российской пропаганды. За сотни лет гебельсы с царско-российскими паспортами создали десятки мифов в языковом вопросе. Почему же те, кто якобы братья и один народ, не могут произнести простейшего украинского слова «поляныца» и совершенно не понимают, о чем им говорят по-украински? Украинский язык произошел от прославянского. Однако прославянское языковое единство – это гипотеза, поскольку распалась она еще до появления славянской письменности. Основные отличительные черты протоукраинского языка формировались с VI по XI век. Во времена Киевской Руси в обиходе было два устных языка и два письменно-литературных – церковнославянский и древнерусский. Он же известен еще как древнеукраинский и древнекиевский. Длительное время существовал миф о так называемом восточнославянском языке, что после распада прославянского языка появился этот восточнославянский язык. И уже от него произошли три языка – украинский, белорусский и русский. Современные ученые утверждают, что после прославянского единства образовались разные диалекты, которые развивались отдельно друг от друга. И на их основе появилось много славянских языков. Самые близкие к украинскому языку – белорусский, польский, чешский, сербский, словацкий. Русский в этом списке лишь на 13-м месте. Посмотрите на эту таблицу. В русском – красный, в украинском, белорусском, польском, чешском и словацком – червоный. В русском – работа, в остальных языках это слово звучит примерно одинаково, как праца. Это сравнение опровергает еще одно ненаучное утверждение. Украинский очень похож на русский, поэтому это не самостоятельный язык. Ученые подсчитали. Разница в лексическом составе между украинским и белорусским – 16%. А вот между украинским и русским – целых 38%. Для сравнения такая же разница между французским и португальским. Поэтому, если бы в одной комнате собрались носители славянских языков, то хоть чуть-чуть они бы поняли друг друга. А вот россияне в их диалоге не поняли бы ничего. Для примера, в интернете есть масса видео, как белорусы и россияне угадывают значение украинских слов. Аловок, я не помню что. Это что? Карандаш. Карандаш. А левец – это тоже карандаш. Просто есть аловок по-белорусскому. Аловок по-белорусскому – это карандаш. Белорусско-украинское, в принципе, похоже. Сокира. Нет, такое точно не знаю. Давай думать. Сокира. Да, сейчас будет весело. Окей. Слушай, ближайшее, что в российском, наверное, какая-нибудь сороконожка. Нет. Только сейчас понял, что сокира похожа на секиру, настоящий такой военный мужской топор. Дело в том, говорят историки, что современные россияне на 70% это финоугры, которые забыли свой язык. Сам русский – это московицкое наречие, смешанное со словами финоугров, тюрков, частично французов и немцев. Если из русского языка забрать заимствованные слова, то языка фактически не останется. Активнее же всего ученые конструировали язык россиян в 18 веке. Если вы почитаете до Петра Первого сообщения московицкие и после Петра Первого, или, например, середина 18 века и, например, уже 19 век, это совершенно разные языки. Огромная дистанция. Поэтому для русских действительно понять других славян значительно труднее, чем для славянских народов. Потому что у них нет просто этого собственного базиса славянского. То есть они нахватались вершков с разных языков. И, соответственно, некоторые слова они просто совершенно не понимают, откуда они взялись. Они не понимают, чему они родственны могут быть эти слова. А вот в чем россияне преуспели, так это в уничтожении украинского языка. Причем издавать книги московиты запрещали еще до того, как украинские земли попали в состав Российской империи. Самые известные запреты – Балуевский циркуляр и Эмский указ. Но это далеко не все. Цифры, которые вы видите на экране, все это года, когда принимались указы, ущемляющие или запрещающие украинский язык. И последний в перечне – 2022-й. На оккупированных территориях россияне изымают учебники и обязуют учителей проводить уроки только на русском языке.